Сейчас зрители видят человека, с которым у меня свела судьба в этой работе. Это Мария Беркович, кстати говоря, сестра Жанин Беркович, родная. Я знаю, вы же рассказывала, да. Да, это совершенно выдающийся человек, волонтёр, который работает с детьми-аутистами. И я записала её монолог. Этот монолог записан был 4 года назад, в начале как раз в самом. Мне кажется, что это лучшее, что я слышала или видела, или читала, когда-либо об аутизме. Да, это удивительно. Я думаю, что Жанин не случайно вот так как-то вот тоже задохнулась на всём этом. Причём этот фрагмент специально смонтирован для этой программы, потому что мне очень важно было говорить про волонтёров. Это фрагмент, который не вошёл в фильм, и я ещё думаю, что делает с этой линией. Пока. Пока думаю. Внимание на экран. То, что я сейчас скажу об аутичном мире, оно относится, по моему мнению, к миру вообще. Только это концентрировано. Потому что если мы можем спрятаться за какие-то внешние слова, за внешние эффекты, можем как-то стараться скрывать наши эмоции, то аутичный мир этого не допускает. Дело в том, что аутичному человеку для него самое главное – это то, что ты чувствуешь. Обмануть его невозможно практически. И это все замечают, и все об этом говорят, кто когда-либо с этими людьми общался. Имеет значение только то, что ты чувствуешь. Криша, кто пришёл? Маша. Маша пришла. Кто, 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 кто. Но дело не в любви, которую они излучают. Почему нас так притягивает этот мир? О том, что дело в удивительной простоте, с которой в этом мире разрешаются очень… Ну, все основные вопросы. Дело в полном отсутствии внешнего. То есть это такая жизнь, может быть, доведённая до абсурда или в её чистом виде. И соприкосновение с этой жизнью просто помогает обнаружить в себе все вещи, которые в тебе есть. Та любовь, с которой мы соприкасываемся, это на самом деле не та любовь, которую они излучают. Это любовь внутри нас просто. Мы её в себе находим. Здравствуй, Маша. Вот это я сделал. Шкатулку. Расписала. Вот это браслет. Это я всё сам расписывал. Так у меня хорошо получилось. Вот ещё и то, что я сам сделал у себя дома. Лехвичку, которую в метро. Ой, слушай, покажи, пожалуйста. Осталось только приделать ещё одну пару колёс. Ой, слушай, это ты недавно начали. Ну, там, в этом мире, не могут существовать никаких внешних каких-то вещей, никаких условностей. Потому что они не могут никого обмануть, они не имеют никакого значения. Ты как будто принимаешь такое лекарство, что-то, выпиваешь полную чашку этой неразбавлой жизни. Жизнь в очищенном виде – это очень сильно. А поскольку всё, что мы чувствуем, оно настоящее, вот мы и получаем глоток настоящей жизни. С такого очень трудно вернуться в обычное такое скрытое состояние. Продолжение следует...